Доброго вечера, мы из Украины. Вновь пришло время сводочки и под Харьковом по-прежнему ничего не поменялось. Вот уже третью неделю расисты не продвигаются вообще никак. Теперь уже совершенно очевидно, что схлопнулась вся их эта афера. Но тем не менее, они продолжают колоться, плакать, но вот грызть этот кактус, что ты с ними не делай. Чапов Юрий Викторович, Севков Исов, Первый полк, 10 числа мая, первое боевое задание нам дали. Каждая рота заходила там по порядку, первая, вторая, но нашу роту почему-то в конце спустить хотели, третью роту. Заходило пять рот. Люди уже начинали заканчиваться, раненых до пега, и с двухсотых тоже до пега там оставалось. Спецназ положили, и наших тоже положили. Не знаю, что с моим подразделением вообще. Как они, где они, что они, вообще не знаю. Ребята, я вам скажу, что лучше не стоит. Лучше сидите дома и не смотрите этот сраный телевизор, по которому трендят про Украину все. Ну, понятно, это пленный, поэтому доверия его словам нет. Окей, принято. Вот вам вообще ни капельки не пленный, боец пятой роты тысяча девятого полка рассказывает. Хочу рассказать про нашу, эту операцию на Волчанск. Я контрактник. Вот. Только нас бросили в лесополку вообще пусты. Ну, нашу роту. Начали торопить, гнать, вперед, 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 просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу были. Ну, трехсотыми, большая часть трехсотыми, слава богу. А, ну, двухсотых тоже хватало. А Сеня только что орет, ну, наш командир роты. Вперед, вперед. Ну, я тоже понимаю, что ему, скорее всего, как я потом уже понимал, что ему давал комбат наступрикад. А двухсотых выносили, так бы, ой, трехсотых выносили просто пачками. Они попали под замес, под миномет, под бабу-ягу, просто в одном рве противотанковом. И крылья, и крылья. А операции, я сам слышал, кричали, что вперед идите, продвигайтесь, не сидите на месте, занимайте лесополки, занимайте ямы. Утром Сеня собрал там человек, ну, все, что осталось от роты. Более-менее, ну, такие подвижные парни. И вот, оказывается, ушли на Волчанск. Нас отправили патроны перенести. И стоимость там и оставили. Сказали, вообще идите на легке, просто броник и автомат. Оказалось, мы остались там. Это финансист нас так отправил. Это замполит роты, ну, заместитель. Волчанск пришли, первую ночь как-то перекантовались, еще более-менее нормально. Заняли одну улицу. И потом пошла вот эта жара. Просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу. Не зачищать, ну, закрепляться, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, особенно дроны, ФИПИшки. Просто выводят столько состава. А командование по рации кричит, вперед, 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 вперед. Откатов нельзя, не дают откатов. Ну, назад, то есть, от этих нельзя не откатиться. Когда уже останется, там, человек 5-10 с группой, фу, там, ну, со всех групп, да, там, может быть, еще дадут. И то там уже половина трехсотами вывезена. Всех, кого я знал, от нас с рот осталось вообще со 100 человек 12. То есть, пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня, там, или 5. Их наутро отправили в штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Ой, они скучковались и просто добили ФИПИшками. Осталось тоже, там, человек 5-6. Шла группа к нам. Из этой группы один человек вообще остался. То есть, получается, мы, нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время и просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. Так что, не знаю, как пропетляю или нет. Останусь, не останусь. Трехсотым, двухсотым. Не знаю. Ну, и понимаю, что нашему руководству, тому же Сене, тому же финансисту дают приказ. И, а кто сидит в Москве им. Так что, вот так. Из 100 человек осталось 12. Процентов. 12 процентов атакующих выживает. И, опять же, это со слов вот самих военных. Ну, а зетнички продолжают рассказать, что это я что-то придумываю, когда я вот цитирую их же бойцов. Причем, ладно бойцов. Об этом же и пропагандисты говорят вот прямо с телеэкранов. Практически на всех участках фронта мы видим круглосуточное использование противникам кассетных артиллерийских снарядов НАТОвского образца. То есть, снарядов у них действительно хватает. Их отделение сейчас работает тоже непрерывно. Чувствуется, что у противника закончился снарядный голод. Им подвезли боеприпасы артиллерийские. У них довольно широкая линейка ФПИ дронов, дронов Камикадзе. И, конечно, продвигаться вот в нынешних условиях было бы, наверное, далее губительно для наших частей. Сейчас идет постепенное закрепление на достигнутых рубежах. Мы потихонечку переходим в активную оборону, потому что если пытаться идти дальше, то мы просто будем терять большое количество своих людей. Да, Харьков постоянно обстреливается, постоянно воздушные тревоги, вот прям без перерыва. Но Харьков город большой, снести его как Авдеевку не получится. Да, и все сложнее и сложнее им это делать, потому что мы ж не молчим. Нам теперь можно стрелять и по Белгороду, и по другим населенным пунктам в том числе. Везде, где есть расисты, где есть их склады, базы, штабы, везде будет прилетать. До властей, видимо, ну российских не особо доходит, какая сейчас ситуация. Вот Попов, небезызвестный, решил попиариться и съездить в Белгород, показать, как он, типа, душой и телом с народом. Ну и в итоге, как и белгородский народ, ему пришлось прятаться в бомбоубежище. Судя по выражению лица, он уже раз 20, наверное, пожалел, что вообще решился поехать в Белгород. А еще ж помните, совсем недавно тот же самый Попов собирался наводить порядок в Харькове и в Одессе. И, конечно, нужно будет наводить порядок и в Одесской области, и в Харьковской, и в Днепре, и в Киеве. Но в итоге не смог навести порядок даже в Белгороде. По-прежнему продолжаются обстрелы, прилеты по всевозможным целям и на территории России, и на территории оккупированных областей. Уже даже не имеет смысла все это перечислять, настолько много этих ударов. Но вот Новошахтинск я бы отметил особо. Сказать, товарищи, пиздец полный. У нас нефти подорвали. Это Ростовская область, если я не ошибаюсь. И там был уничтожен очередной нефтеперерабатывающий завод. Но вот примечательно то, что этот завод был защищен горячо любимым россиянами, царь-мангалом, ну то есть сеточкой. И, как мы видим, сеточка не помогла. Хотя потенциал у такого приспособления, в принципе, есть. В отличие от мотоциклистов с сеточками, вот такая защита могла бы защитить, но как минимум снижает вероятность поражения, но не в данном случае. Ну и по военным объектам же ж в первую очередь мы лупасим. Были удары по Крыму в очередной раз. Там вот из последних прилетов это в село Мысовое прилетало. Был прилет по Луганску, по ремзаводу, там целый комплекс военный и ремонтная станция, и тренировочный лагерь. Ну, соответственно, какие-то там штабы, наверное, аж присутствовали тоже. К сожалению, одна ракета не долетела, попала в жилой дом. Судя по всему, сработало таки ПВО. Но сработало оно относительно, а остальные ракеты без помех достигли целей. Кроме того, под Белгородом, опять же, было уничтожено комплекс ПВО, С-300 или С-400. Сложно сказать, после того, как ВСУ поработали, уже определить, какое именно это было ПВО, достаточно проблематично. Была уничтожена радиолокационная станция КАСТА-2Е2. Вот есть красивые кадры непосредственно прилета, непосредственно уничтожения этого комплекса. Не могу сказать точно, где именно это произошло. А вот точно скажу, что под Курском накрыли целую колонну. Ничему их жизнь не учит, они по-прежнему ездят колоннами. Ну, правда, они же думали, что туда-то по ним не прилетит. А вот прилетела и туда. Классическая ловушка, выбивается первая и последняя машины. Ну, и дальше колонна расстреливается буквально как в тире. Хотя в данном случае даже не западным вооружением, судя по всему, а нашими обычными дронами-ФПВшками. Ну, и на фронтах, конечно же, тоже все печально у России. Вот Бородай, это глава ДНР, самый первый. Вот тот самый народ Донбасса с московской пропиской. И который сейчас депутат Думы от естественной единой России, не стесняясь, рассказывает о ситуации на фронте. Ну, пока, по крайней мере, никаких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете. Что снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, правильно говоря, да. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами, они прям очень хорошо перекрылись. Дронов реально огромное количество, просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не отсутствию, а их существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету просто, оказывается, не оказывается такого РЭБа. Ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБСа, много его теряем, да, на подходах к ЛБСу. На глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Да, потому что по Луганску давно не били, сейчас бьют активно. По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск, тоже бьют сейчас довольно активно. И надо сказать, что периодически попадают, потому что, ну, невозможно все закрыть зонтики ПВО достаточно надежными, чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить. Они совершенствуются, работают, они улучшают тактику своих атак. Прям, так сказать, как говорится, Лугу дорого смотреть иногда, да? Хороший противник. Противник работает, воюет и держится достаточно устойчиво, держится в обороне. Всегда был хорош еще начиная с 2014 года. Наш противник был всегда хорош в обороне. Вот они сейчас в оборону сели и стараются держаться. Люба дорого посмотреть, как работает ВСУ, признается Бородай. А что остается России делать? Вот что делать? Ядерное оружие применять. Опять начались страшилки, что вот мы сейчас как применим ядерное оружие. Не все, правда, разделяют оптимизм в этом вопросе. Потому что в случае любого, даже минимального удара, я же говорю, даже если никто не пострадает в результате атомного взрыва, устроенного Россией, все равно России мало не покажется. Поэтому они, собственно, и боятся. Не боятся, а не могут. Не могут себе позволить так рисковать. Могут только вот грозиться, да, рассказывать про красные линии, над которыми хохочут уже просто все, включая вот самих зетничков, ну тех, что как-то еще с головой не совсем поссорились. Это буквально стало мемом, сколько этих линий было красных. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, СЗО, ПВО, Патриот, крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Да, собственно, с этих красных линий началось. Вы же помните, вот самое начало войны, когда Путин объявляет спецоперацию и тут же заявляет, что, мол, Запад, если вы только дернетесь, я вам покажу Кузькину мать. Он же тогда демонстративно приказал перевести ядерные силы России на особое какое-то положение, которое я еще тогда говорил, что что за бред, нет никакого особого положения, ядерные силы всегда в боевой готовности. Но, тем не менее, это вот он грозился, грозился. А сейчас уже не грозится ядерным оружием. Сейчас он рассказал, что, ах так, ах, вы передаете Украине вооружение, тогда и мы свое вооружение кому-нибудь передадим. Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Конечно, самое забавное здесь это именно асимметричный ответ, про который он ляпнул, судя по всему, как вот и в прошлый раз, просто заученную фразу, потому что к смыслу сказанного это, ну это противоречит смыслу сказанного, потому что он вроде как говорит о симметричных мерах, мол типа вы поставляете оружие и мы поставим оружие, это симметричные меры, это почему асимметричные, ну хотя российское оружие в сравнении с западным, да, это очень асимметричные меры. Во-первых, кому нафиг нужно, ну вот это вот рации с антенками из китайских рулеток, танки, которые помнят Сталина, ну весь этот хлам. При том, что Россия сама сейчас ищет, где бы ей найти оружие, у Северной Кореи дожили, Северная Корея поставляет оружие в Россию, вот она сверхдержава, ну и Иран, конечно, так что им он точно не будет поставлять оружие, а кому же? Есть мнение, что Беларуси, Путин поставит вооружение и натравит ее, ну вот они ж всегда рассказывают о нас, о Западе, об Украине с точки зрения их логики. И вот то, что там типа Запад науськал Украину, напасть на Россию, хотя этого и не произошло, я не знаю, эти зетнички рассказывают такую чушь, науськивали нас, а напала Россия, вот, ну это не важно, логика зетничков это отдельная хохма. Но тут Путин хочет, видимо, натравить действительно Беларусь на страны НАТО, а скорее всего на страны Балтии. Ну я уже говорил, что он давно вынашивает планы напасть на вот какую-нибудь там Латвию или Литву, а потом щедро освободить ее, ну в смысле, в прямом смысле освободить от своего присутствия, если Запад пообещает прекратить помощь Украине. Ну такой вот себе он обмен планирует. Я давно об этом рассказывал, но вот сейчас вот это поставки оружия, куда, куда еще можно поставить России оружие? Больше оно никому не нужно. Ну и самое смешное, что тут же он рассказывает о том, что... Какой идиот вообще вам рассказал о том, что мы хотим напасть на НАТО? Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этому, понимаете? Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Тупыми как стол, напомню, Путин назвал огромное количество россиян. Поносим удары по территории Польши. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жёстче. Мы просто всё снесём. 10-15 минут и Польша как государство, а поляки как народ. Исчезает с лица земли вместе со своим языком. Остров столь мал, что лишь одной ракеты Сарман достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Всё уже подсчитано. Более того, подсчитано самими британцами, чтобы никто не обижался на радиоактивный пепел. Хотя на самом деле это тревожный звоночек, потому что, напомню, всё, что говорит Путин и вообще официальная Россия, надо понимать ровно на 180 градусов в обратную сторону. Как он рассказывал в 2022-2021 годах, что ни за что, кто, тупые как стол только могут заявлять о том, что мы нападём на Украину. Смотря на все проблемы с Украиной, с спекуляциями о Донбассе, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. А в 2013-м он ровно то же самое говорил про Крым. В Крыму, слава богу, ничего подобного нет. И, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о пребывании российского флота. Он продлён, как вы знаете. Продлён, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить поездка. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. Вот когда он так настойчиво пытается в чём-то убедить мировое сообщество, это вот 100%, что он задумал прямо противоположно. Это вот, это точно. И вот в этом контексте, если вдруг до конца этого года, ну потому что до выборов в Америке он точно этого не сделает, а вот дальше, ну там ещё зависит от результатов выборов в Америке. Но, в принципе, если мы вот до осени поздней не нанесём ощутимого поражения, я не говорю про там полную победу, но хотя бы вот серьёзного поражения России, то в такой план он может осуществить. Ну а вот пока мы лупасим по России, а Пути огрозит всему миру и при этом рассказывает, что не хочет нападать, достаётся России и от собственных военных, с позволения сказать. Вот, например, одной из таких нашумевших новостей этой недели была в Белгородской области авария с участием танка. А конкретно пьяные танкисты сбили автомобиль, ну, да, в случае танка, наверное, сбили, правильнее сказать. Причём вот протаранили и поехали дальше. Их только через 3 километра смогли остановить, водитель автомобиля погиб. В новостях этого нет, даже в сводках этого нет, никаких дел не заведено. Всё, что челядь, переехали опричники. Бывает. И это не единичный случай, а прям вот закономерность. Не успела ещё шумиха с этим белгородским инцидентом утихнуть. И тут же ещё одна авария с участием военных на этот раз. Целый трал с танками. Опять-таки переехал гражданский автомобиль. Обычный день в России. Тем временем в маршрутках появляются вот подобного рода объявления. Вот прям предупреждение. Уважаемые пассажиры, сервис заказов сообщает вам, что вас обслуживает водитель Сергей Петрович М. Он является демобилизованным участником СВО, принимал участие в боевых действиях в составе Чувашского национального батальона АТАЛ. В случае непредвиденных конфликтных ситуаций, возможно, может быть излишне вспыльчив и резок. Поэтому просим вас отнестись с пониманием. Не судите строго. Будем рады от личной оценки. Хорошего пути. Не знаю, насколько хороший путь может быть после того, как вас прям предупреждают, что у вас неадекватный психопат-водитель, от которого легко можно выхватить в рожу, если ему вдруг чего-то не понравится. Ну, тем не менее, вот, хотя бы предупреждают. Первые ласточки возвращения 90-х, вернее уже вернувшихся 90-х, набирают обороты. В Орле, например, была задержана банда, полностью состоящая вот из бывших СВОшников. Банда грабила, угоняла, избивала, ну, все как положено. Все, как я обещал. Все происходит ровно по тому сценарию, который я описал еще в начале войны. В Екатеринбурге некто Лопатин тоже СВОшник. В смысле, можно? Давайте разберемся по ситуации, вообще поговорим. Избил пенсионера молотком. Вот его дочка дает показания. Папа говорит, что он пришел с молотком, его молоток, а с другой стороны, ну, типа, лом. И вот начал наносить ему удары по голове. Первый удар в голову, папа успел наклониться. Если бы он не отклонился, у него было бы пробит череп. Он говорил все. Он наносил удары и говорил, я убью тебя. Я тебя за мать убью, ты на меня все. Квартиру перепишешь, машину перепишешь. И бил его. То есть он ударил его 3-4 раза по голове. Папа успел выбежать. Он говорил, что он СВО, ему все можно. Он тут много власть, и потом будет порядки наводить. Он просто мне говорил, я СВОшник, мне ничего не будет. Прям вот молотком с гвоздодером. Ты на меня машину перепишешь, ты на меня квартиру перепишешь. Я здесь теперь главный. Я СВОшник, мне ничего не будет. Причем этот пенсионер, он вообще-то пенсионер МВД. Ну, то есть он мусора избил пенсионера. Ну, такого себе мусора, конечно, мелкого. И заявлял, что этот пенсионер сам на него напал. А у молоток, что молоток говорит, у меня все время с собой. СВОшник, который всегда ходит с молотком. Не вызывает никаких подозрений. Ну, ладно, это только цветочки, едем дальше. В Кропоткине, вот Краснодарского края, девочка отказала СВОшнику. Ну, результат мы все видим. Нельзя новой элите отказывать. При этом он спокойно уехал обратно на СВО, он в отпуск приезжал. Приехал в отпуск, вот устроил такое. И поехал к себе спокойненько. Никаких дел, никаких арестов. Ничего, это новая элита. Позвоните командиру полка 31-го. Что-то вы зачитали. Что-то вы зачитали. Три ранения, да, есть. Да. Я только буду с военной полицией разговаривать. Что с вами? Командир, не подходи, пожалуйста. Не подходите, пожалуйста. Не подходите. Не подходите. Ангель, Маш. Стой. Иди со мной. Стой, блядь. Стоять. Сука, блядь. Крульдак, нахуй. Курис, стоять. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Все, все. Все, успокойся, нахуй. Нет. Слышишь? Успокойся, нахуй. Стой, блядь. Стой, говорю. Стой, стрелять буду, нахуй. Но есть и более радостные новости. Вот, например, в Подмосковье в подъезде живого дома убили известного доносчика, зампреда провластного задвижения ЗОП народа, Антона Яговцева. Ну и вообще, опять же, заказные убийства, как яркий элемент 90-х, естественно, не может не стать обыденностью российской жизни. Вот, это уже не в Подмосковье, а прямо в Москве, буквально устроили охоту на человека, там, средь бела дня, человек с автоматом гоняет другого чувачка, и в данном случае охотник побеждает. И он долбоёб, что ли, с ним чё? Он убил человека на ровном месте, вон он лежит. Охренеть, охренеть. На, да ну нахуй. Убитый, это 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. В 2006 году он стал первым скейтером в команде Nike SB Россия. А сам он работал сисадмином в фирме, занимающейся там оргтехникой, поставками. И, собственно, он сын главы компании Media System Group Андрея Балишанского. А убит он был вот прямо возле дома, собственно, где жил. Ну и в целом, криминогенная обстановочка в России оставляет желать лучшего. Вот прям Бастрыкин отчитывается. На 40% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами. На 13% возросло количество тяжких деяний приезжих. Совершено более 3000 преступных деяний в сфере оборота наркотиков. Глава ведомства называет адреса, где произошли наиболее резонансные случаи, вызвавшие волну возмущения в обществе. Здесь и мегаполисы, и промышленные центры по всей стране, и небольшие поселки. На 40% больше стало изнасилований мигрантами. Ну, правда, он тут именно про мигрантов рассказывает. Но, поверьте, это небольшая часть тех преступлений, которые совершаются в России. То, что творят там и свошники, по сравнению с тем, что творят мигранты. Ну, а, собственно, воспринимать это следует в сумме. Все, что творят и свошники, и все, что творят мигранты. Россия превращается буквально в страну третьего мира, где вот заказны убийства, перестрелки на улицах, изнасилования, избиения, все в порядке вещей. Но при этом Следственный комитет возбуждает дела не против вот этих вот отморозков, а, например, против таксиста, который высадил из машины свошников, как они рассказывают, потому что он услышал, что они свошники, понял из разговора. И вот высадил, и его теперь за экстремизм и дискредитацию вооруженных сил собирается судить. Хотя, на самом деле, эта элита хотела его просто кинуть, потому что они заказали такси по карточке оплата. А уже сев в машину, сказали, нет, мы заплатим наличными. Но он видит, что пьяное быдло ему сила в машину, и оно точно не заплатит, когда они доедут до места назначения. Ну, он отказался их везти, и в результате они его избили, и теперь еще его и судят за это. Судят за то, что его избили. Но при этом, если кто-то из свошников не вот матерый убийца отморозок, как быдло, хамло, вот такое вот, как мы себе представляем российского военного, но там есть люди, которые, ну, как минимум, издалека производят впечатление вменяемых людей, нормальных, адекватных. Просто они, видно, настолько глупы, что им вот промыли мозги, зазомбировали, и они пошли на войну. Но при этом нет у них вот этого ханства, чуанства и наглости. Вот на таких-то мусора и отыгрываются. У нас полиция поступает за людей, которые пытаются вот такие вот номера, вроде того, передать куда-либо. Без объяснения причины, без отсутствия сопротивления. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню свое поведение непосредственно в отделе. На что я, вместо того, чтобы получить грамотное задержание, получил все это. Обозвали уколом, хохлом, пидасом, обоссали военник. Ну, сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВУ воюю. Я русский человек, родился в Ростове-на-Дону, всю жизнь здесь прожил. Вот, чем я заслужил такое отношение со стороны внутренних органов? Мне непонятно. Вот, прицепил себе самодельный номер и, естественно, его остановили. Ну, вот при этом видно, что человек такой спокойный. Если бы он сразу нахамил, то его бы отпустили, ничего бы ему не было. А так видят, что, ну как, производит впечатление нормального человека. Значит, врет, что СВОшник. Российский солдат, это отморозок и убийца. Ты не похож на него. Поэтому вот его отмудухали, обоссали. Военник обоссали, оооо. А, больше того скажу, его еще потом заставили извиняться за вот это видео. Что, мол, это не гаишники его избили, а охранники, ну, служба охраны этой стоянки или вокзала. Ну, короче, заставили извиняться. Если хочешь чувствовать себя элитой в России, тебе надо быть вот фашистом, буквально нацистом. Тогда, да, тебе ничего ни за что не будет. Ты можешь свои нацистские лозунги даже вот по телевизору, в прайм-тайм, по федеральным каналам рассказывать. Очень высокое мнение об украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношения гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду наставить на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта, кольскоро, их вполне устраивает, то, что детей разбирают на органы, то, что их жены отправляют в Лупанары, то, что их самих отправляют на фронт, и я не вижу сопротивления со стороны. Опять, опять калька с наших претензий. Они просто берут все, в чем виноваты они, и перекладывают это на других. Как, как, почему, почему? Они не понимают смысла слов или что? Ну, ведь это же к нам не относится никак. Чему, говорит, не протестуют люди против продажи их на органы? Потому что это чушь, и секс, рабство это чушь, и гонение на фронт, это все фантазии. Просто вот воспаленные фантазии неадекватных условно людей. Ну, а уж заявление о том, что украинцы люди второго сорта, вот эти вот словосочетания, второй сорт, это фашизм, оккупированные территории продолжают прозревать потихоньку, причем оккупированные вот еще 10 лет назад, например, Донецк, где массово у людей стали отбирать квартиры. Добрый день. Я Трофимчук Татьяна Александровна. Являюсь жительницей Донецкой Народной Республики, города Донецка, а именно Ленинский район, улица Изюмовская. 7 мая этого года я подала документы на перерегистрацию своей недвижимости, а именно квартиры, расположенные по вышеуказанному адресу, в Росреестр. Через 15 календарных дней, когда я пришла забрать свои документы, мне вручили уведомление об аресте моей недвижимости. Согласно этому уведомлению, моя квартира арестована постановлением Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2022 года, номер 341, об утверждении перечня имущества, обращенного в собственность Донецкой Народной Республики. Согласно этому уведомлению, я больше двух лет проживаю в квартире, которая находится под арестом. Узнала я об этом только при подаче документов в Росреестр. Прошу разъяснений, почему моя квартира оказалась в перечне имущества, на которые наложен арест? И почему, согласно я вот этому постановлению Министерства обороны ДНР, которое уже ликвидировано на данный момент, почему я уже не являюсь собственником своего жилья, не имею на него прав, не имею права совершать с ним какие-либо действия? Почему, говорит, у меня вот отняли квартиру? Да потому что русский мир. Так он и выглядит. Вы же его так хотели. И вот он пришел. Вот активистка одна вообще, она там такая ярая путинистка. Тоже из Донецка. Она там в первых рядах кричала «Россия, приди!» в 2014 году. И вот там всячески все это время проявляла активность. И тут вот вдруг... Вот как мы докатились до такой жизни? Как так получилось, что нас без нас женят? У нас без нас квартиры отнимают? И никто с нами не общается. Как вы думаете, с чем это связано? Почему это происходит? Из-за пассивности. Из-за гражданской пассивности. Из-за того, что народ не считают единицей для принятия решений. С ним не считаются. И это демонстрируется. Это демонстрируется наглядно и демонстративно. Смотришь, и больно на ту республику смотреть. Больно на нее смотреть. Где мы живем? Я когда все начиналось, я думала, Украина вот это уйдет, и у нас будет лучше. Что мы создадим, мы исправим все ошибки. Там была такая коррупция, там был такой трэш в этой Украине. Но я никогда не думала, что я окажусь в итоге, через 10 лет, в таком крышаке. Я смотрю вокруг себя, сколько людей вот просто в какую-то ужасную ситуацию попали. И мне плохо, мне не нравится. Мне не нравится, что меня окружают люди, которые страдают. Мне это не нравится. Я не хочу так жить. Я не хочу жить вот в таком вот русле, когда чиновники не считаются с людьми. А мне, говорит, это не нравится. А что ж такое? А как же ж так? Такая, говорит, коррупция была в Украине при Януковиче. И вот она ничего умнее не придумала, чем позвать именно, ну просто, бандитов откровенных. Именно в тот момент, когда Украина начала бороться со своей коррупцией. Вот где логика, где мозги у нее были? Были ли у нее мозги? Откуда сейчас взялись у нее мозги? Почему же ей теперь больно смотреть на республики эти так называемые? Русский мир же ж. Все как ты хотела. Вокруг люди, с которыми произошли максимально плохие события. Все правильно ты рассказываешь. Только об этом надо было думать раньше. Посмотреть на то, что происходит в России и не звать сюда русский мир. Потому что вон, кстати, в Рязани завод Ряз Цвет Мед. Туда просто врывались вооруженные люди. Опять очередной спор хозяйствующих субъектов, так называемых, с применением огнестрела. Гранат, правда, светошумовых, слезоточивых, не боевых. Ты не ори только ничего. Ну вот, предположительно, для захвата предприятия пригнали братков кавказской внешности и там в капюшонах, в масках, ну, с закрытыми лицами. Трактор пригнали, который ломал там ворота. Ну, в общем, скрепненько, скрепненько. Как в 90-е. Только в 90-е это были бандиты. Ну, прям бандиты-бандиты. А сейчас это бандиты, которые во власти. Те же бандиты, только теперь они власть. И к крепостным эта власть относится просто как к грязи. Это Петр Евсеев, силовик. Ну, как силовик, он там из Росгвардии, замглавы управления охраны региональной Росгвардии. Такое себе, конечно. Я кто кажет, в ЛКЦБ. Тем не менее, вот он блокирует скорую и она ему должна уступать дорогу обязательно. И при этом даже вот подошли Росгвардейцы. Ну, конечно, что Росгвардейцы ему смогут сделать, если он замглавы управления. Ну, и в результате скорая все-таки пропустила его. Потому что он здесь хозяин жизни. А вы челядь. Вы можете дохнуть себе спокойно без оказания скорой медицинской помощи. Потому что я еду. Как там? Жалкая чернь трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад дорогу-колесницы. Ну, и еще отличились на этой неделе жены мобилизованных, которые же там вот все протестовали, кричали. И такие я прям на них надежды возлагал. Ну, вот они там пропали на полгода, наверное. Да, с зимы. Ну, с холодного времени их не было слышно. И вот они провели очередную мощную акцию протеста. На коленях. Давайте встанем на колени. Давайте. Вот мы просим вас, чтобы вызвали нам министра обороны. Давайте. Плакайте, пить толком. Если вы нас не слышали. Ну, сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать? Ну, уже видите, война идет. Вы что хотите? Мы хотим, чтобы справедливости. Справедливости хотим. Ну, вот. Вот что у этих людей в голове? Стать на колени перед быдлом. Почему у русских бороться, это значит стать на колени? Как у них логика работает? Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. Ползать на коленях перед тем, кто их убивает. Буквально же убивает. И прям обещают убивать и впредь. Мы живем непростое время. И, как Михаил говорил, и мы говорим, наш президент только делами можем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Фракция Единая Россия будет голосовать за... Вот Единая Россия за то, чтобы убивать всех, кто их не любит. Гениально. Как заставить себя любить? Убить всех, кто не любит. И ведь у нас то же самое было. Нас тоже хотели уничтожить, доукраинизировать. Вот наш выдающийся политический деятель времен Януковича. Собственно, член партии регионов. Все как положено. Вот Дмитрий Табачник прямо открыто и рассказывает о геноциде украинцев, ну, о этноциде. И срывает шквал оваций. Мы можем попытаться сконструировать, какой должна быть гуманитарная составляющая, образовательная, человеческая, психологическая. Я глубоко убежден, что будущее Украины возможно только при проведении, как это ни печально, деукраинизации. Или, если хотите, рерусификации тех земель, которые были насильственно, гуманитарно отторнуты. У нас тоже это было, но мы от этого избавились. А россияне становятся на колени. Переходим к международным событиям. И тут тоже есть о чем поговорить. Прежде всего, Китай, который опять втыкает нож в спину Российской Федерации. На этот раз по вопросам газа. Вот Китай отказывается участвовать в этом газопроводе Сила Сибири, если газ ему не будут продавать по внутренним ценам России. Ну и учитывая, что Газпром в этом году, в прошлом году, понес убытков на 600, сколько там, или даже 700 миллиардов. Это компания, которая в принципе не может быть убыточной, потому что она просто качает из земли ресурсы. Но продавать эти ресурсы теперь некому, так что я думаю, Китай свою цену внутреннего российского рынка получит. Ну а пока китайские фирмы продолжают бегство из России, на этот раз отличилась Хик Вижен компания. Это системы видеонаблюдения, камеры всевозможные, ну вот все, что связано с видеонаблюдением, что очень важно для цифрового концлагеря, так называемого, который вот планировался в России, там отлавливают всех по камерам, а теперь с этими камерами будут перебои. Причем эти Хик Вижен исчезли в зловещей тишине, что называется, просто все подключали, поудаляли соцсети, на телефонные звонки не отвечают, все, вроде бы их и не было. Ну а второй хедлайнер международных новостей, это конечно же Франция, которая вот уже направила инструкторов своих в Украину, как я в прошлый раз рассказывал. Помимо этого собираются открыть в Украине завод, дочернюю компанию завода, который производит эти Сау-Цезарь, артиллерийские системы, и теперь такой завод будет и у нас. Ну и главное медийное событие этой недели это то, что Франция пообещала передать нам свои самолеты Мираж 2000. Это в принципе аналог F-16, но у нас много теперь французских есть ракет, которые конечно же лучше бы использовать на родных самолетах и вот Миражи как нельзя лучше для этого подходят. Конечно, придется нашим подучиться на Миражах летать, но в принципе у нас достаточно пилотов уже обученных на западную технику, так что там останется только нюансы подучить конкретно Миражей, по ускоренной программе это все будет происходить, хотя конечно же F-16 приедут быстрее, намного быстрее, чем эти Миражи. Нельзя сказать, что не было прорывов в международной политике у России на этой неделе, они были. Вот например Лавров теперь не просто лошадь, а прям жеребец. В Буркино-Фасо его наградили почетной медалью жеребца, так что теперь все официально. Ну а вот поставочки вооружения для россиян как-то никто не спешит осуществлять, поэтому вся надежда у них на волонтеров и волонтеры оказывают всевозможную поддержку. Вот например такую. Всем добрый день, заехали к одним очень серьезным парням в одно очень серьезное подразделение, нельзя называть какое, но активно, плотно занимаются дронами. Парни нам рассказали и показали, мы думали это какой-то прикол, пока они не вынесли несколько коробок с дронами, которые из разных организаций, из разных областей и городов к ним пришли по гуманитарке. Показываю. Вертолет, квадрокоптер, еще квадрокоптер, вот такой вот модный квадрокоптер, частично они не сохранились, но Миш, покажи, огромное количество пультов у парней. Вот эту войну можно открыть вообще, но самое главное туалетная бумага, куда же без нее? Да, с такими дронами войну можно выиграть только в детском саду между ясельной и старшей группой. Буквально игрушечные дроны, ну это делается для того, чтобы просто поставить галочку, я типа помог фронту, все, окей, поэтому и шлют вот ну хлам, буквально хлам, вообще не имеющий никакого смысла. Воле того, тут забавная была ситуация, один военный пожаловался, ну попросил волонтеров, привезите ко мне какие-нибудь старые потрепанные одеяла, нам тут на фронте нужны. И вот тут все волонтеры прям воодушевились, конечно, вот как старые рваные одеяла, это мы легко вам поставим, и в результате этому военному прислали 180 тонн старых одеял со всех концов России, ну потому что вот редкий момент, когда можно прислать мусор и при этом не обидеть бойцов, а прям вот же сами бойцы и попросили одеяла, одеяла легко и нагрузили им 180 тонн. По поставочкам прошлись, ну еще один блочок хочу вставить про фейки, потому что тут прямо ну какое-то нереальное количество фейков, о которых я уже не могу молчать. Во-первых, про памятник футболистам Динамо, участвующих в так называемом матче смерти, есть такая легенда советская про вот этот матч между пленными футболистами бывшими и там эсэсовцами, и ну там короче целая легенда, на самом деле все было не так, ну да, эти люди действительно были пленниками концлагеря, да, они были действительно убиты, и да, им поставлены памятники, но вот мне, даже мне, рашисты в комментариях умудрялись написать, а что там с памятником, а, и вы будете рассказывать, что вы не фашисты, я честно говоря вначале удивился, в смысле, что с памятником у нас, все нормально с памятниками, вот этим футболистам стоит памятник на Динамо стадионе, прям гранитный, там с табличкой, все как положено, второй памятник этим же футболистам стоит на стадионе Старт, там прям бронзовый, колонна, вон с топчущим орла, футболистам, все как положено, и даже еще один памятник есть, он уже вот в 99 был открыт, мяч, разбивающий камень, все памятники на месте, а оказывается, мы разрушили все эти памятники, и выкинули на помойку, вот же ж, даже есть доказательства, вот она, доска мемориальная, с одного якобы из памятников, но, конечно же, тупые рашисты не умеют проверять информацию, они верят вот этому дерьму, который им вливают в уши, и даже мысли не закрадываются, просто погуглить, а так ли это, ну, а зачем им это, им же не важно, правда это ли вранье, вернее даже, хорошо что вранье, чем больше вранья, тем зетникам лучше, они так живут в этом мире, у них, на этом вся их концепция существования строится, врать как можно больше, но на самом деле, это вот сын одного из этих футболистов, сам за свои деньги сделал мемориальную доску, не на памятник, а на кладбище, где они похоронены, там братская могила, где они похоронены, и вот он туда свою доску хотел прилепить, ну, понятно, это бюрократия, волокита, короче, ничего у него не срослось, и так эта доска у него осталась на балконе стоять, и вот собственно, ее он и сфотографировал, об этом даже там писали фильетоны в свое время, вот мемориальная доска на балконе, это как раз про эту доску и написано, но я же говорю, когда это рашистов интересовала реальность. Еще один фейк, это украинская мать, которая требует от Зеленского прекратить продажу ее детей на органы. Как вы понимаете, это никакая не украинская мать, она, в принципе, украинка, номинально, ну, это коллаборантка, которая, там, прям активистка, партия Единая Россия, она в праймарис участвовала Единой России, она по всем Z-телеграм-каналам, ну, это сейчас она завирусилась по серьезным каналам, раньше она на таких местячковых промышляла, ну, вот пошла девка на повышение, как только рассказала про продажу детей на органы, на самом деле непонятно, зачем, с какой целью они вообще вот вбрасывают настолько очевидную чушь, ну, вещи, которые на тысячу процентов точно известно, что это вранье, ну, не то, что там точно известно, что это вранье, а это не может быть правдой просто, ну, физически такого не может быть, и при этом они привлекают же всех, до кого дотянутся, а вот тут Сигал недавно тоже самое рассказывал, до начала СВО Украина была известна торговлей людьми, торговлей органами, наркотрафиком, сексуальной эксплуатацией детей, биохимическими лабораториями, фашизмом и нацизмом, ну, вот как можно это слушать и не хохотать просто в голос, ну, ну, вот, ну, вот они всерьез несут такой бред и доказывают при этом, что, ну, вот же, смотрите, у вас же органами торгуют, где? Ну, вот же, Сигал сказал, ты трындец, или вот эта вот украинская мать, жесть, а вот Зеленский купил отель-казино на Кипре, ну, это тоже трындец, при том, что этот отель-казино даже не продается, вот, хозяева его говорят, нет, мы не продаем этот отель никому, мы не собирались и не продаем, но когда это, Рашистов интересовала, опять-таки, реальность, причем они же вот этих вбросов про Зеленского уже миллион, то они просто взяли, погуглили недвижимость на продажу, взяли фотки и залили, что вот это особняк купил Зеленский, хотя, ну, это просто фотки из интернета, то они рассказывают, как Зеленская там скупилась на миллиарды какие-то в магазинах драгоценностей за рубежом, что тоже вранье стопроцентное, причем тоже доказанное, она была в другом месте в это время, теперь вот это вот казино или отель, или отель-казино, ну, короче, они вбрасывают откровенную дичь, ну, потому что для них это не кажется такой дичью, их чиновники именно так и поступают, а раз их чиновники так поступают, значит, и все чиновники так поступают, вот у них в голове так это устроено, и еще один фейк, вот прям с пылу и с жару, как раз касаемо обращения того военнослужащего из начала ролика из тысяча девятого полка, тут же отреагировали расшисты и выкатили типа опровержение, мы военнослужащие тысяча девятого полка находимся в группировке войск север, хотим развенчать все слухи о том, что у нас тяжелые потери, это не так, не ведитесь на провокации, враг будет разбит, победа будет за нами, но на самом деле на это опровержение есть опровержение, это фейк, это вброс, как всегда примитивный, проверяющийся в два клика, ну, нет, этот проверяется в несколько кликов, потому что надо поискать оригинальное видео, а оно есть, мы военнослужащие подразделения БАШ-25, отряд Анвар, находимся сейчас на группировке войск север, на северном фронте, работаем непосредственно на переднем крае, и у нас случилась проблема, нам не хватает беспилотных летательных аппаратов, ну вот они взяли просто картинку с военными и навожили туда свой голос, рассказали, что вот это все вранье, это все цепсо, ну, впрочем, ничего нового, что ж, переходим к постоянной рубричке карнавал абсурда, и сегодня предлагаю посвятить его Дню защиты детей, который был вот недавно, первого числа, и с чем у вас ассоциируется День защиты ребенка, неправильно, с автозаком, на День защиты ребенка пригнали автозак, детей водили, показывали, вот на орудия, которыми их будут подавлять, когда они повзрослеют, и, возможно, попытаются сопротивляться нацистскому режиму, а в Уфе, в то же время, вот на празднике детском, выступала Бузова, и выступала не по-детски, День защиты детей, вот с болой задницей, День защиты ребенка, нет, ну, это, конечно, был концерт не для детей, ну, в принципе, это просто концерт, не в Тюзи он проходил, ну, вот, чем она отличается от вечеринки Ивлеевой, сложно сказать, но уже, кстати, и на Бузову накатали донос, и она уже публично извинялась, что, я же ничего такого не думала, это же концерт был не для детей, и я всей душой за царя и отечество, ни в коем случае не хотела оскорбить скрепы и культурный код, о, кстати, про культурный код, на том же форуме рассказали и про культурный код, правда, уже не Путин, А почему мы быстро это себе вернули? Ну, потому что это наша ДНК, потому что еще наши прабабушки, да, они просто, ну, сколько было детей в семье, родила, в поле положила, дальше накосить, и покормила, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну, потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить не получится. Вот, они скрепы, рожать в поле, положить на сеновал ребеночка и косить дальше. Вот это они хотят вернуть. Крепостное право, чтобы бабы рожали прямо в поле, не отрываясь от работы, потому что такой у них культурный код, быть крепостными. Впрочем, на этом форуме какой только шизофрении не несли. Как у них получается задвигать такое и не ржать при этом? Вот я не понимаю, как? Геи-националисты. Мне кажется, кто-то большой фанат притулы. Якщо подорожуючи Украиною, вам захотелось пройнятися патриотичным духом, обовязково завитайте до Ивана Франківського клуба геев-националистів, який очолили побратимы Остап та Олекса. Ну, а в Новом Уренгое тем временем к началу лета открыли фонтан. Выглядит, конечно, отлично. Но, что поделаешь, такое вот в этом году лето. Правда, не обязательно было открывать фонтан по календарю, если на улице снег. Ну, опять-таки, когда это расистов интересовала реальность. Они живут в своем виртуальном мире, в мире магии и волшебства, судя по всему, потому что вот аналогов неты, которые мы заслужили. Ну, они заслужили. Вот такие амулеты продаются для солдат. Вот амулеты на броню, на точность, на физурон, баф, на моральный дух, очень важный, между прочим, чтобы не стрессовали. Правда, непонятно, почему нет от урона стихии никаких защит. Ну, там, от огня хотя бы, я же не говорю, там, от воды, ну, от земли, от нашей украинской, их, конечно, ничто не защитит, там они и останутся, в земельке. Ну, а самый дорогой оберег, конечно же, против дронов. Он 40-миллиметровый, серьезный, за 3000 рублей. Тут уж понятно, что Россия победит с такими-то технологиями. Ну, а пока еще не победила, дети затничков уже готовятся к взрослым реалиям и играют в соответствующие игры. Садись, теперь на бутылку. Ай, жа-а-ай. Вот, новая русская народная игра «Сядь на бутылку». То есть, у них даже дети играют в «Посадить на бутылку». Я думаю, на этом можно сегодняшний выпуск и заканчивать. В конце я вам еще поставлю музыкальную композицию замечательную. Там, белорусские банкиры, поют «Оду батьке». Ну, а у меня на сегодня все. Всем добра. Не садитесь на бутылку и не покупайте вот эти все амулетики и прочую жизнью. Лучше донатьте на дроны. И все будет Украина. Увидимся. Барш! 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 Один он, Барш! 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 Субтитры создавал DimaTorzok